Наталья подключает генератор дистанционно с телефона. Я захожу в сообщение. Вот у меня написано генератор. Я захожу в сообщение. Вот у меня написано генератор. Отправляю ему кодовый сигнал, так сказать. Сейчас он должен загрохотать и потом должен появиться свет. Вот все, запрацовала. Вот все заработала. Вот это на генераторе. В принципе, можно жить. Женщина живет с семьей в большом доме в Киевской области. Электричество тут выключают каждые четыре часа. Вот свет у нас, кстати, на генераторе есть только на первом этаже и в подвале. Кроме света, в подвале есть все условия для жизни. Когда началась война, мы оформили опеку. У нас сейчас трое детей несовершеннолетних. Двое из Херсонской области и девочка из Крыма, которые не могут там находиться. И мы тут обустраиваемся, когда воздушная тревога. Потому что дети очень сильно боятся обстрелов. Проблему с интернетом тоже удалось решить. Вот, чтобы оставаться на связи, подключили Wi-Fi роутер к аккумулятору. А на зиму у семьи есть дизельная печка, газовый и твердотопливный котел. Все работает вне зависимости от того, что там решил себе товарищ Путин. Как сказал мой муж, он там иногда отправляет видео своим друзьям. Мы же из Крыма родом. Тем, кто поддерживает российскую агрессию, есть там такие. И он отправил им видео недавно и говорит, вот мы с дровами, продолжайте нас бомбить. Мы вас не боимся. Но даже имея такой большой запас всего необходимого, Наталья все равно переживает, сколько они смогут продержаться при возможном тотальном блэкауте. Ведь выезжать никуда не настроены. Понятно, что месяц-полтора мы сможем продержаться с этими запасами. Что мы подготовили. Но я понимаю, что не больше. Если в частном секторе еще можно будет как-то приспособиться к отсутствию электроэнергии, то в многоэтажках, особенно в новостроях, сделать это очень тяжело. Особенно те, которые полностью зависят от электроэнергии. Ведь если нету света, то автоматически нету ни воды, ни отопления. При длительном блэкауте жить в таких условиях будет очень тяжело. Катя живет в Киеве на 19 этаже. Сюда из-за российских обстрелов она переехала из Харькова. Знаешь, до 10-го прям весело. Прям на одном дыхании поднимаюсь. Потом становится уже так, напряжненько. В квартире у девушки, кроме пауэрбанков, нет никаких мощных зарядных устройств. Шутит, к тяжелой зиме подготовилась основатель. Знаете, я купила себе простынь с подогревом, но она электрическая. Она не работает, но если нет света. Мы не покупали ничего. Ни аккумуляторы, потому что у них вот такой вот прайс. Ни какие-то, ну, понятное дело, генераторы, куда в квартирах поставить. У Кати электроплита. Когда нет света, еду приспособились разогревать на свечах. Ну, минут надо, конечно, 25-30. Но если прям сильно есть хочется, оно подогреет. Нормально, мы даже плохо грели. Пока что электричество у Кати выключают по графику три раза в день на четыре часа. Говорит, подстроить свою жизнь под такие условия еще можно. А вот что делать в многоэтажке при тотальном блэкауте – большой вопрос. Отопление тут тоже зависит от электрики. Я понимаю, что в случае чего мы просто не сможем тут 10 дней, даже 10 дней прожить. Мне кажется, люди будут просто разъезжаться. Все будут куда-то опять ехать. Но это начнется опять вот этот кипиш на вокзалах. У нас просто нет машины. И я вот боюсь, если что-то там, не дай бог, опять ехать. Я просто этот ужас с вокзалом больше не переживу. У кого есть возможность выехать за город к родственникам в село на зиму, киевские власти советуют такой возможностью воспользоваться. На случай худшего сценария в столице готовят пункты обогрева на базе школ и садиков. Там можно будет и подзарядить телефон, и выйти на связь. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.